Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Экзегет. С вами священник Стахик Латвин. Сегодня, как обычно, мы разберем с вами один-единственный стих Священного Писания. Сегодня это будет стих не евангельский, а стих из послания апостолов. А послание, такого тоже сложного для понимания, послание, для понимания которого порой нужно и глубокое знание Ветхого Завета. Не какое-то нерамочное, а такое уже более погруженное, потому что это послание апостол Павел написал к своим соплеменникам, послание к евреям, которым нужно было убедить, что перед ними действительно мессия в соответствии со всеми ветхозаветными пророчествами. И вот осмысляя это вместе с апостолом Павлом, с его адресатами, мы можем охватить даже в одном-единственном стихе всю полноту библейской картины и ее центральное ядро евангельское благовестие Христово, и послание апостольское, которое показывает, как нам применить, как нам осмыслить, как реализовать вот это евангельское благовестие в своей жизни и вот эту базу, вот эту всю историю спасения, путь, путь в том числе, и который проходит душа на пути воцерковления, единства со Христом от каких-то более простых формальных вещей к более сложным, духовным, не столь однозначным, но куда более решительно приближащих ко Христу то, что дается нам в Ветхом Завете. Итак, давайте с вами откроем первую главу послания к евреям апостола Павла и прочтем пятый стих. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, Ты сын мой, я ныне родил Тебя, и еще, я буду ему отцом, и он будет мне сын». Нам порой очень хочется уйти от той свободы, которую нам Господь даровал, хотя мы забываем, что именно то, что мы созданы по образу и подобию Божию, дает нам эту свободу. Нет, тут каждый может сказать, не, не, я наоборот, я хочу, чтобы было по-моему, хочу, хочу, хочу. Да, у меня там младший ребенок иногда, малыш говорит, я хочу так, как хочу. Ну, просто вот такой аргумент. Но вот это самоволие, это не совсем та свобода, которая нам нужна. Порой нам нужно делать некоторый выбор, и тут уже нам сложнее поступить, особенно, когда мы думаем о том, а как же выбор, чтобы нам не только пользу материальную какую-то привез, пользу мира сего, пользу для здоровья, для успеха, для чего-то, а пользу все-таки для души. Как это все совместить, и нам все время охота, ну что, кто-то бы нам сказал. А уж если мы думаем исключительно о вещах земных, так еще больше нам охота, чтобы кто-то там за нас проруководил, чтобы кто-то наши проблемы разрешил. Да, там, президент, правительство, там, чиновники, там, бизнесмены, неважно, чтобы кто-то вот пришел и все наши проблемы разрешил. И точно так же, конечно, вот мы порой открываем Священное Писание и читаем там, раз явился ангел Иосифу, например, явился. И там ему говорил, делай то, исполняй то. И он, ну, так послушно делал, думаешь, вот бы мне ангел тоже явился. И рассказал бы, как и к спасению, а еще лучше не только к спасению, как там мне со своими проблемами земными разобраться, там, с обидчиками разобраться, избежать их козни, вот как раз Ирод идет, армия отправляет вырезать младенцев, а Иосиф с Богомладенцем Христом убегает, и никаких проблем. Тоже нам, конечно, охота вот такие подсказки получить, ангельские, но вот можно ответить, нужны ли нам ангельские подсказки? Абсолютно не нужны. Почему? Ну, вот в этом стихе как раз мы и можем прочитать. Давайте еще раз кусочек стиха. Цитата. Цитата ветхозаветная. «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Пророчества написаны за сотни лет до пришествия Христа в мир. Господь сам любил цитировать в Евангелии пророческие места о себе, о своем служении, о своей проповеди. Отдельно о нем говорят и евангелисты, иногда пророчества упоминают. И вот апостол Павел, тоже обращаясь к евреям, прежде всего апеллирует к тексту священного писания Ветхого Завета, который, ну вот, евреи, они тоже могли там воспринимать, ну, кто ты сын? Ну, наверное, это там Давиду, Соломону, каким-то царям, может, пророкам сказано. Апостол Павел говорит, не-не-не, это действительно сказано Христу. Бог, Отец обращается ко Христу и говорит, что свидетельствует. Помните, как в момент крещения, когда сходит дух в виде голубя на спасителя, грядущего на проповеди, принимающего вот по смирению крещение от Иоанна. И точно так же, сей сын мой возлюбленный, о нем же благоволих. Вот эти слова, которые прозвучали над рекой Иордан, они засвидетельствованы были еще за сотни лет до этого. И апостол Павел об этом напоминает. Говорит, было такое вот в наши времена, на нашей памяти было. Было такое в Ветхом Завете обещано. Было. Сбылось это. Сбылось. Все, что было приуготовано Богом, действительно, это Мессия. Это Он, это Христос. Вот мы все-таки, в отличие от, может, евреев, не сомневаемся, и как-то на Ветхий Завет мы не оглядываемся, и его меньше куда знаем. Но почему, какая нам польза от этого понятия? Да потому что мы видим и должны прочитать еще раз начало стиха. А кому, когда из ангелов сказал вот так Бог, вот эту фразу? Господь кому-то обращается из ангелов? То есть тут, опять же, апостол Павел, если вспомнить то, что каждый из нас призван к усыновлению Богу, стать таким же Сыном Божиим, как Христос является, не потому что мы это заслужили по своей природе, а потому что Господь по усыновлению нас усыновляет и Свое Царство Небесное принимает, то тогда мы видим, что к ангелам это не обращено. Да, ангельские воинства непрестанно славят Господа. Да, мы на Херинской песне в храме тоже вот хотим вместе с ангелами вот эту службу возносить. Да, ангел бесплодное существо и могущное, духовное, а мы вот люди боримые страстями, и что по сравнению с ангелом белоснежным, что по сравнению с падшим ангелом, ангелом дефективным, бесом, что тоже мы абсолютно слабы в нашем состоянии. Но слабы только на фоне страстей. А тем не менее, любой святой человек, который уже достигает Царства Небесного, он получает куда больше. И ангелы, как в другом месте апостол Павел говорит, остаются служебными духами, а человек вот сын обетования наследника. И почему нам вот, ну ладно, а пока сейчас, ну пусть ангел подсказывает. Ну вот есть же ангел-хранитель, конечно, есть ангел-хранитель. И, конечно, голос совести можно назвать голосом ангела-хранителя. Все-таки совесть нигде никто не находит, никакой части мозга, там спинного, головного, который бы нам подсказывал, как надо поступать. Конечно, голос ангела-хранителя, как и голос беса-искусителя в нашей душе будет звучать. Но это все может отойти на второй план, потому что почему христианинам недостаточно голос совести ориентироваться, который может подвести, который может подвести, не потому что он неправильный, а потому что он преломляется, искажается, проходя через обремененную грехами нашу душу. Потому что у нас есть Евангелие, Слово Божие. Сын Божий сам пришел. Не ангел, а к нам лично пришел. К каждому из нас. Ну, можно сказать, две тысячи лет назад пришел, да и не видели мы. Нет, каждому из нас. Мы можем прийти в любой день в храм, но кроме вот Страстной Пятницы, разве когда уже, что и причтить святых христовых тайн. И то, даже если мы будем в каком-то состоянии, тяжелом здоровье, угроза смерти, нас причтят за опасными дарами, в Страстную Пятницу между службами батюшка все равно пойдет, поедет хоть за третью земель, но вас обязательно причтит. Мы можем со Христом соединиться. С нами беседует сам Христос. И Христос нам подсказывает это и на некотором вот таком рациональном уровне, что мы берем Священное Писание, читаем, разбираем, понимаем. И это тоже неизмеримо выше, чем некоторые указания ангельские. А как мы помним в житиях святых в потеряках, что ангелы являлись и подсказывали, а потом оборачивались, снимали маски. Это бесы оказывались и над святыми издевались. И поэтому, слава тебе, Господи, да мы не выдержим, нам они не нужны не потому, что, ой, а вот бы к нам, к Слову Божию, еще ангельское какое-то дополнение дать. Нет, это дополнение, оно нам будет только мешать. Оно нас смутит. Мы по своей греховной душе не различим, какой ангел нам явился. Ангел белоснежный или ангел, который только вот волк в овещей шкуре. И тоже это для нас будет глубочайшее духовное поражение, потому что даже я, как просто практикующий священник, знаю, какие наваждения у людей бывают. Человек приходит и говорит, да, вот мне там есть ангел, берет, подсказывает, говорю, как он такой ужас может подсказать? Как это с Евангелем соотносится, что тебе вот этот якобы ангел подсказывает? Да, и как человек задумается, ну, наверное, нет. Да, ну вот так как-то вот убедительно. Вот апостол Павел поясняет не только для евреев, которых надо убедить, что перед ними Христос, но и для нас, которые все-таки верят во Христа, что евангельское слово абсолютный приоритет, чтобы нам не примиричилось, чтобы нам не увиделось. Потому что от слова Божия мы отчитываем, потому что сам Христос, который ангелов посылает, как служебным духов, нам послужить, что он нам уже все рассказал, показал, послал своих апостолов, которые тоже будут его сонаследниками судить на престолах в Царстве Небесном, что тоже через апостолов он нам это все открыл. Дух Святой действует. И Дух Святой, который точно так же, вот мы вспоминали, иорданный голос Бога, Отца, который сей Сын мой возлюбленный, сравниваем вот с этими фразами ветхозаветными, «Сын мой, я ныне родил тебя», и второй фраза «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Кстати, тоже эти слова про будущее время, они показывают, что вот Господь остается Богом Отцом по отношению к Богу Сына, и когда Христос воплощается. Ни в чем божество во Христе не умаляется в момент его воплощения. И кроме того, эту фразу точно так же можно немножко истолковать и в нашу пользу, к нашей радости, потому что это обращение и к каждому из нас, кто носит имя христианин, то есть «я как Христос», «я подобен Христу», «я тоже, Господи, хочу, чтобы твои слова, он будет мне сыну, были опрещены и ко мне, чтобы я тоже был наследником Царства Небесного». И вот если ты уже сын и наследник, но тебе не нужно, не нужно никакой ни ангельский статус, ни ангельские подсказки, Бог действительно руководит нашим сердцем. И более того, вот помимо, конечно, Евангелия, да, библейский портал наш, да, мы о Священной Писании обсуждаем. Конечно, мы не забываем и о том, что Бог нам явился и дал свое тело и кровь, и мы их приобщаемся, тело и крови Христовой. И вот это мистическое общение, оно в полноте, вместе с нашим интеллектуальной работой над текстом Священного Писания, это вот два таких столпа, опираясь на которые, мы уже даже без помощи ангельской вполне можем спокойно наследовать Царствие Небесное. Субтитры создавал DimaTorzok